Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Последнее видео наше по поводу посева многолетних трав вызвало много отзывов и замечаний там, и разных дополнений. Поэтому советую всем, читайте комментарии, люди делятся опытом, берите этот опыт себе на вооружение, это тоже все полезно. Для этого и существует наш канал. Значит, по поводу одного аспекта посева многолетних трав, это посев под покров. Мы в прошлом видео не говорили, не раскрывали эту тему. А многие начали в комментариях писать о том, что у них есть успешный опыт посева при смешивании, например, трав многолетних, которые нужно оставить на сено или сенаж, с такими культурами, как, например, овес или ячмень. Смешивают это все в бетономешалке или просто так вот, ну как получится в бункере сеялки. И такую смесь сеют. Таким образом, получается, в поле появляются и многолетники растут, и культура такая, как овес или ячмень, остается на уборку или на зерно, или на сенаж. Значит, сразу хочу сказать, что я не могу говорить какие-то вещи, которые не соответствуют общим правилам, потому что тогда вы будете меня считать просто болтуном. Вы представьте себе, почему, про какие общие правила я говорю? Общие правила касаются глубины высева. То есть, если глубина высева у вас многолетних трав большая, то они не взойдут. Это опыты мой и многих других людей. А высев культур таких зерновых, как овес, ячмень, пшеница, у них высев может быть до 4 сантиметров. Поэтому и они всходят. Поэтому вот этот вопрос я не могу так говорить, так советовать. Наши подписчики говорят, что у них есть такой успешный опыт. Я вам скажу сразу, почему он успешный. Он успешный в какой-то степени, потому что, конечно, при этом посеве часть семян трав все равно окажутся в верхнем слое. То есть, они не будут глубоко лежать, так же, как на 4 сантиметра, как упадет зерно, например, того же овса. Это я говорю при посеве селкой СЗТ. Обычной СЗТ, без травяных ящиков. Так можно сделать, но часть семян все равно ляжет глубже и пропадет. То есть, это издержки. Я говорю просто вам об идеальном способе посева, который должен составлять 1 сантиметр на глубину, не глубже. А если говорить о том, что, а как можно выкрутиться? Да, можно выкручиваться, как хочешь. И в том числе и вот таким вот методом смешивания с овсом и с другим зерном посева и получения в какой-то части всхожих семян трав. И вроде бы будет казаться, что это хорошо, но могло бы быть еще лучше. Вот в чем все дело. Потом еще. Попробуйте сами. Смешайте, например, тот же овес, смешайте с семенами трав. Ну, не знаю, в кастрюле в какой-то, в ведре смешайте. Вот. Потом возьмите это ведро, потрясите. И вы заметите, как они разделятся. И так же и сеялка, когда едет при посеве, она трясется на кочках. И семена разделяются. Особенно это касается таких семян мелких, круглых, люцерны, клевера. Вот. И вы... Такое произойдет разделение семян. И где-то вы посеете только овес, а где-то посеете только траву. Может так оказаться. Теперь вообще о посеве под покров. Что это такое? Ну, вот я начал про это говорить. То есть, вот этот способ смешения семян, это способ, как посеять травы вместе с злаковыми культурами, не имея никакой специализированной техники для посева трав. Так вот. Даже если у вас есть специализированная техника для посева трав, то есть, например, та же сеялка с СЗТ, это простейшая сеялка с СЗТ с травяными ящиками. И с анкерными сошниками. Так вот, вот такая сеялка позволяет посеять, и мы это делали, посеять травы под покров. Что это значит? Это значит, вы сеете вместе, ну, бывают сеют вместе, бывают сеют раздельно. То есть, сначала сеют травы, а потом сеют, например, овес. Вот. Ну, вы поймите, тут же вопрос же о том, в проходах трактора вы же тратите без топлива, вы трамбуете землю лишний раз проходами этими. Поэтому тут такой вопрос. Вот. Так вот, если сеять одновременно, мы сеяли так. Засыпали в зерновые ящики овес, например, или вика-овес. А в травяные ящики засыпали травы. И шли, сеяли. Что получалось? Получалось так. Вырастает, конечно, овес и вика вырастают намного больше и дают такую хорошую травостой. Ну, если земля хорошая, все. А внизу развивается вот эта ваша трава. Она развивается не сильно. Почему? Потому что она, во-первых, в тени основной культуры, покровной. Но, с другой стороны, она защищена от воздействия солнца. И если реально мало осадков, то вот таким образом посев трав, он хорош. Потому что травы защищены тенью и не так выгорают на солнце. И они развиваются хорошо. Потом, вот теперь наступает самый главный момент и самый неприятный момент при вот этом таком бинарном посеве и подпокровном посеве. Вам все равно нужно как-то убрать на сенаж или сено или на зерно, надо убрать вот эту покровную траву, покровную культуру. Это у вас овес, может быть ячмень и так далее. Спрашивают, кстати, можно сеять, например, ячмень с люцерной. Ну, все можно, ничего плохого нет. Попробуйте, посеете. Ну, я же говорю, ну только нельзя ни в коем случае смешивать. Ну, вы представьте, зерно ячменя и зерно люцерны. Это люцерна крупинка, а там большое довольно зерно. Они разделятся. Вот, поэтому вот за этим надо смотреть. Так вот, наступает момент уборки покровной культуры, зерновой культуры. Вы должны выбрать время, когда земля не твердая, не мягкая. Иначе вы просто вот эту слабенькую подпокровную культуру, которая будет размером, ну, может быть, там, с ладошку, может, чуть больше, вы ее сильно попортите. Мало того, оставите колеи на поле, которые вам будут потом мешать работать и будете прыгать на прессе, на косилке и так далее. Вот. То есть, погода должна быть сухая. Потом, все, все проходы, движения, скашивания надо делать тоже, стараться максимально осторожно и не на самую низкую высоту. То есть, нужно оставить эту подпокровную культуру, чтобы она была не сильно повреждена. То есть, надо высоту среза делать где-то сантиметра четыре, самое меньшее, а то и пять. Вот. Если это притепные селки, то нужно вывешивать режущий брус на цепях, чтобы высота среза была высокая. Вот. Таким образом, вы убираете покровную культуру, у вас остается подпокровная культура. В хорошем, развитом состоянии мы это делали. Реально очень приятно смотреть на такой вот коврик зеленый, который остается после уборки покровной культуры. И в первый год навряд ли, но на следующий год точно эта покровная культура вам выстрелит, подпокровная культура выстрелит и даст уже хороший урожай. То есть, вот такой вариант тоже имеет место быть. И я считаю, что это тоже хороший вариант. Вопрос, как это посеять. Как посеять, чтобы посеять две культуры сразу и сделать это максимально просто. Ну, я говорю, проще, чем через сеялку с СЗТ. Нет ничего. С травяными ящиками. Если вы сеете через сеялку с СЗТ, смешивая семена, ну, делайте так. Я говорю просто, что часть семян все равно вы заглубите глубже и они будут в неактивном состоянии и не прорастут. Опять мы тогда попадаем на норму высева, на затраты семян. Можно же взять семян не... Например, от качества подготовки земли зависит и количество семян. То есть, если земля хорошо подготовлена, вам может хватить 25 килограмм. Если плохо подготовлено, есть камушки, нужно 35 килограмм делать. Почему? Потому что много не прорастет. Если вы делаете вот таким образом, смешивая с овсом, например, надо еще больше норма высева делать. Потому что много тоже будет не в том уровне для прорастания. Вот в чем суть. Но вот этот покровный метод посева многолетних трав, чем он хорош? Он позволяет получить с этого поля уже урожай в этом же году. То есть, вы уже можете сенаж убрать, на сенаж убрать покровную культуру. Это овес, ячмень или что у вас там будет, хоть пшеница. И у вас будет уже, будет с этого поля продуктивный результат. В отличие от случая, если вы сеете многолетние травы, как правило, в первый год они не дадут никакого, если в чистую сеете, то они не дадут никакого результата. А очень, ну бывает мало земли и очень важно получить результат уже в первый же год работы. Селки все, ну вот, конечно, хозяйство, у которых, которые серьезно занимаются сеном или много имеют животных, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы вариант посева трав всегда был в хозяйстве. То есть, нужно все-таки иметь селки для высева трав. Я, это мое такое мнение. Ну вот, пожалуй, все. То есть, еще есть варианты смешивания трав с селитрой аммиачной. Вы понимаете, в чем суть посева через обычную сеялку трав? Вы должны ставить, во-первых, очень-очень маленькую норму высева. Это раз. Добиться точности на вот этих вот маленьких размерах катушки очень тяжело. Не всегда удается. Это раз. Второе. Вы должны, чтобы выйти на нормальную норму высева, вы должны смешивать эту культуру, эти семена с чем-то. Ну, с селитрой, например. Некоторые даже смешивают с песком. Вот. И сеют вот таким вот образом. Ну, я говорю, ну, вы представьте себе этот весь геморрой, когда вам нужно смешать там какое-то количество семян с чем-то. И потом еще все равно получить хороший результат при посеве. Есть вариант. Берут селку с СЗТ, просто снимают семя проводы, делают их просто болтающимися. И сеют сверху. Проходят селкой. Семена высыпаются. Сзади за селкой идут баронки, которые эту посеянную семена прикрывают как раз на вот эту глубину, которая нужна нам. Один сантиметр примерно. Вот это, да, это тоже нормальный способ. Есть еще, говорят, что там семена просто можно сверху разбросать с земли, и они и так прорастут. Прорастут, если сразу пойдет дождь, который прибьет семена к земле, и не будет ветра, который сдует все эти семена. Понимаете? Вот и все. Поэтому не 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 видитесь на вот такие вот какие-то волшебные вещи, что я взял, просто раскидал семена и все. Нет. Обязательно надо семена прикрыть, но не глубоко. Вот. То есть посеву трав относитесь очень скрупулезно, и это вам воздастся сторицей. Всего всем доброго. До свидания.